Снова всем welcome! Это снова я, ДНЖП. На этот раз я нахожусь в магазине игрушек в Тайоло парк, Юкогами, Лонопор. Скоро будет Новый год и Рождество. Хотелось бы всех поздравить с наступающим Новым годом и Рождеством, пожелать вам счастья, здоровья, успехов, благополучия, чтобы у вас всегда сопутствовала удача во всех делах и чтобы у вас всегда все было в жизни хорошо и вы не попадали в неприятные ситуации. Также чтобы жили в достатке и не чувствовали никаких проблем в своей жизни, чтобы у вас всегда все получалось. А также я предлагаю посмотреть небольшое видео про этот магазин, что в нем продается, какие вообще виды игрушек есть и активности для детей. Я думаю будет интересно, усаживайтесь поудобней, наливайте чаек, какие-то там печеньки. Приятного просмотра! Прикольная технология. Еще тут только нет, вот гонки, машинки гоняют. Это интерактивный парк развлечений в Лалапорте, Туйолу парк называется, Little Planet у них. Сан Пати. Вот эта штука интересная, она сделана как? Там идет проектор типа регистратора уровня, да, он фиксирует где находится метка и какой уровень, уровень песка. И в зависимости от уровня песка он проецирует, либо там будет вода, либо там будет земля или песок, или вот там лава вот с той стороны. Ну, знаете, есть такие, типа Тоби, да, айтрекеры такие, только это не айтрекеры, а этот трекер именно поверхности. Вот называется Sun Party. Можно выбрать здесь разные, там приблуды, песок в чемносеть, лупа, совок. С той стороны вот изучение водного мира у них находится, вот пожалуйста, красиво все сделано, все на проекторах, все такое темненькое. А с этой стороны там бассейн с этими шариками, и надо вот кидать в цель попадать в эти петрушки там. Прикольно. Да, с детьми можно позаниматься. Это такие интерактивные парки развлечений. Здесь, кстати, находятся также и обычные развлечения, как вы видите, игрушки. В эти же игрушки, которые продают, дети могут поиграть, попробовать, понравится, не понравится. В том числе также присутствует Lego. Lego, это всем известная компания по производству конструкторов, да. Многие, кстати, до сих пор их собирают, это очень классная вещь. У нас есть несколько наборов дома. Самый популярный это City, я думаю, у каждого был хотя бы один из наборов такого конструктора. Да, даже вот небольшие есть. Машинки разные. Полицейские станции, пожарные станции, все такое нет тут. Также есть разные головоломки, можно самому придумать что-то, поиграть с детьми. Набор Lego Classic, это набор деталей, просто в рассыпухе там их сотни. На некоторых деталях тут даже тысячи. Вот видите, сколько их тут, в количестве все написано. В зависимости от набора количество меняется. Да. Пианино продают также. Разные силофоны, как называются. Интерактивные также игры для детей. Можно поиграть, самому сделать какой-то лабиринт с шариками. Чем-то починкой он обоминает, не знаю почему. Здесь вот пацан собирает за время карту Японии. А отец контролирует, если соберет, то он ему, наверное, что-то подарит. Если человек не соберет, так, ну, значит, нет. Тут динозавры, тут у них доисторический период. Большой динозавр стоит. С той стороны находится Ниндендо. Но это уже для более взрослых детишек. Там свит и все остальное. Здесь находятся уже игрушки для маленьких. Всякие динозаврики. Такого плана. Резиновые. Можно поиграть. Есть недорогие, есть дорогие. Тут в зависимости от того, какого у вас возраста ребенок. И какой размер вы им хотите подарить игрушки. Да, вы знаете уже. В Японии очень популярны разные тематические магазины. Вот наподобие от этого. Здесь Пал Патрол. У них Сенячий Патроль. И Марио. Вот это Ниндендо-вская тема. Марио тут везде влазит. Всякие Марио стаффы продаются. Помимо игр всяких. Которые вышли в последнее время. Есть еще и сумки. Разные аксессуары. А вот например. Кейсы для свеча. Кто хочет обновить на сезон. Да, прикольная тема вообще. В этом плане. В Японии здесь очень много всего. Вот коты. Коты ползающие. Вот он бегающий и ползающий по земле. Прикольная. У них также есть и собаки здесь. Вот что делает. Наверное хочет жрать. Не кормили беднягу. Да, прикольно. Батуты разные. Это тут уже для более взрослых детей. Хотя мелкий тоже может попрыгать. Ладно. Пойдемте дальше. Посмотрим. Игрушек просто завалить. Вот он шнячий патруль. Разные у них иглу. Здесь игрушки продаются. Антуан он конечно. Тут для фотографий можно сфоткаться. И как вы видите это очень большой магазин. Но я естественно все не буду показывать. Это очень долго будет. И нет смысла. Покажем для девочек. Вот отдел здесь непосредственно Барби. Я думаю после фильма Барби она стала более популярной. Потому что это старая кукла. Я так помню еще в годах 90-х. Многие девчонки хотели чтобы у них была такая. Но на данный момент они более доступны уже. И как бы нет такого ажиотажа. Хотя. Даже вон у них домик. Люди. Куклы разные. Пожалуйста. Еще толку нет. А вот это. Сильвян. Сильваниан. Сильваниан фэмили. Вот эта штука это вообще такая вещь дорогая. Это просто жесть. Но многие собирают они вот в таких наборах. Небольших. Вот домик с чем-то там. Какие-то например в разрезе домик. Машина. И как видите наборы стоят так тоже не по-детски. Где-то от 4 тысяч до 6-8 там и там и выше. В зависимости от того насколько большой набор. Вот если на примере вот этот набор 7 тысяч уже стоит. Вот этот набор стоит уже 15 тысяч. Как вы видите наборы очень дорогие. Но у них вот даже есть сериалы. Я не знаю. Я не смотрел если честно. Не в курсе. Вот у них здесь Сильваниана фэмили. Почти всех они вот здесь собрали. Да, дофига. И разные тематические тоже костюмы. Сейчас здесь преддверии Нового Года и Рождества. Разные распродажи. Ну пацан тут гоняет на машине. Парабанщики. Ну ничего только нет. Как я же говорил. Вот он. Тайола парк. Томика. Это известная компания по производству машинок маленьких. Их очень много здесь. Также у них есть вот такие наборы для машинок. Станции разные. Автострады. Подъезды туда-сюда. И вот они здесь целые витрины. Это премиум у них. Обычная Томика. Но тут сотни, если не тысячи этих машинок разных. Я помню, когда в 90-е у кого-то был Томик. Это была очень, очень хорошая игрушка. Все хотели поиграть этой машинкой. Они очень живучие, неубиваемые. Можно было просто катать. Хоть по обычному даже асфальту. Им пофигу было этим машинкам. Это вещь, конечно. Много у них здесь уже поезда. Это для более маленьких. Вот видите, даже сделали там ЖД. Пожалуйста, видите, катается все по дорожке. Вот он заворачивает. Лабиринтики там. Такая штука. Придольная. Это любителям поездов всякие темы шинкансена. Что только нет здесь. Даже есть такие вот аппараты, как бы имитирующие поезд скоростной. Ну, конечно, тут ультрамен. До этого были там повермены, а это сейчас ультрамены, да. Это тоже популярная тема из известных аниме японских. Фигурок полно всяких динозавров. Да, вот это магазин, конечно. Был бы он у меня в детстве там, я бы просто был счастлив попасть в такое, посмотреть, поиграть, что-то. Покататься вот на таких вот даже вещах. Типа он эскалатора. Прикольная тема вообще. Он же причем еще этот, насколько я помню, он рабочий этот эскалатор. Да, это не бутафория. Он даже полицейский байк есть. Тема уже полиции, споры вызывается. Причем оно все, по идее, как бы работает здесь. Ну вот, например, да. С нажимаешь кнопки, все отвечает, все работает. Здесь еще всякие игрушки есть. Да. Круто, круто. Всякие анпановские темы. Это вот аппарат для вылова из шариков. Это более низкий, для детей специально сделали. Ну вот такой вот получился видос. Небольшой обзор магазина игрушек. Здесь в Японии, в Якогаме. Надеюсь, вам понравилось. Если понравилось, нажимайте подписываться, ставьте лайки. Делитесь этим видео с друзьями. И нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео о Японии. А также подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылка будет в описании, где я публикую все изменения канала и новые видео. Ну все, до новых встреч, увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok